В ДНР и ЛНР готовы оказывать помощь жителям всего Донбасса. Об этом заявили сегодня руководители республик на конференции в Луганске. Из соседних подконтрольных Киеву районов приняли уже 9 тысяч беженцев. Кроме того, многие жители украинских территорий предпочитают лечиться и учиться в ДНР и ЛНР. Единственная преграда на их пути украинские военные. Репортаж нашего специального корреспондента Александра Сладкова. Донецкая народная республика. Война, опасность, социальная напряженность. Но почему сюда едут люди из Украины? Зачем? Политика и идеология не в счет. Несколько примеров. Медицина, образование, коммунальные услуги и, наконец, просто отношения. Донецк. Травматологический центр. За прошлый год 55 человек с территории Донбасса, находящихся под контролем Украины, лечились амбулаторно. 98 сделаны операции. Галина Ивановна из Красногоровки. Там стоят украинские войска. В Донецке гостила у родственников. Поскользнулась. С тяжелой травмой увезли на скорой. Приняли вообще без проблем. Ни паспорт, ни требовал ни прописку, ничего. Сестры тоже по первому зову. Хоть ночью, хоть три часа, хоть четыре, если плохо чувствуешь себя, придут и уколят. Кормят просто, просто прекрасно кормят. Я даже не беру по половину порции, потому что не могу съедать. Онкологический центр в ДНР. Людмила Васильевна из Мариуполя. И там контроль Киева. Диагностировали рак молочной железы. Люди посоветовали ехать лечиться в Донецк. На блокпосту украинские военные не хотели выпускать. Мы везли сюда продукты, чтобы это самое вернули. Продукты забрали. Ну, потом сын вышел, там с ними поговорил. Я не знаю, говорит, я маму везу на операцию. Ну, и пропустили нас. Но при этом продукты все равно забрали. Ну. Даже сейчас бытует такой термин, как медицинский туризм. Потому что сегодня где-то спектр химиопрепаратов, около 40 препаратов, которые мы выделяем бесплатно для пациентов, которые находятся на лечении. В Донецке учатся полторы тысячи студентов с территории Донбасса подконтрольных Киеву. Еще столько же из других регионов Украины. На Украине мне было бы все-таки, наверное, тяжелее учиться в нравственном отношении. Потому что, как бы, когда называют героями людей, которые убивают своих братьев, я не стерплю такого. Страдающая от войны республика сама оказывает помощь. Принимает людей из Украины. Задача, которая будет стоять, там, организация центров, которые будут прямо на линейное завершение оказывать юридические услуги. Какие-то консультации давать по поводу получения наших паспортов, по поводу лечения, либо обучения детей и самих жителей на наших лечебных учреждениях, в учебных учреждениях. Это будет создано. Более 50 пунктов временного размещения для всех, кто по тем или иным причинам возвращается или переезжает в Донецк. На сегодня в республике уже 9 тысяч беженцев. Александр Сладков, Андрей Руденко, Виталий Дуплищ, Олег Бондаренко, Игорь Уклеин. Вести. Донецк.